В фильме «Ночные гости» В фильме также снимались Стивен Макхэтти Кэндис Кэмерон Дэйл Миткеф в роли шерифа Эшли и другие В фильме «Ночные гости» Композиторы Микки Эрбе и Мэри Бет Соломон Оператор Филипп Линзи Композитор Филипп Линзи Кэндис 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 Автор сценария Майкл Уай Муррей Кэти Где ты, дорогая? Режиссер Джордж Монтези Кэти Кэндис Кэндис Кэти Кэти Где же ты? Кэти Кэти Просто не могла заснуть Да и Элвиса надо было выпустить погулять Пес уже стар, чтобы гулять по ночам Знаю Просто не хочу, чтобы он чувствовал себя у нас, как в тюрьме Пообещаю, что однажды ремонт закончится И наш дом преобразится Не будет больше всех этих маляров, штукатуров И выпивок, сантехников Сидящих под окнами с 7 утра Дорогая, это дело не быстрое Да, но оно началось еще до моего рождения Иди-ка лучше спать И закрывай на ночь окно, хорошо? Спокойной ночи, родная Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Эти фигуры просто невероятны В это трудно поверить Обрати внимание, какая точность Вижу, просто удивительно Для этого нужно немало потрудиться Вот и трейлер Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Доброе утро, господин Дерби Чертовы детки, они теперь больше никого не уважают Наверное, берут пример из британских шутников Но ты еще не все знаешь, Маркус Я хочу спросить, а что делали мои лучшие лошади в центре города? Мы сюда за этим и приехали Что-нибудь странное видели в прошлой ночи? Да нет Только вот в два ночи свет везде погас Когда проснулся, лошадей уже не было А вот с тех полей клубился дымок Стоять, стоять, приятель Стой, говорю Стой, что нервничаешь? Спокойно Спокойно Вот так Никто не собирается тебя обидеть А это видели? У него кровь идет Раньше ничего такого не было Кажется, кто-то пытался пометить его Штукатурка должна быть закончена к пятнице Поторапливайся, Кэти, в школу опоздаешь Как из похоронного бюро нурядилась Ма, не начинай А это что? Я все это отдаю в городской приют Ты это здорово придумала, нечего сказать Подожди-ка Ты же просила эту голубую куртку на день рождения Да, просто я решила поменять любимый цвет Кстати Какого цвета шлем ты надеваешь, когда сидишь на мотоцикле с Мэттом? Еще раз замечу, за этим занятием Ты у меня приземлишься до конца жизни Я ясно выражаюсь? Ну что, дети, мы почти закончили Итак, последний вопрос В 15 веке Коперник выдвинул теорию о том, что Вселенная не вращается вокруг Земли Требуется рассмотреть социальные и политические последствия этого открытия Был Коперник назван еретиком или превознесен в качестве прорицателя не более 500 слов Посмотрите, Кэти пишет обеими руками В чем дело? Мисс Инглиш, вы бездельничаете и поясничаете А наука – дело серьезное Вам понятно? Я не поясничаю С меня довольна Этот экзамен отменяется Это могли сделать ученики старших классов Ведь до каникул осталось несколько дней Они могут натворить что угодно Да, этот класс, если память мне не изменяет, самый плохой за все годы Но я болтусы Кстати, вот и мисс Инглиш Уже возвращаетесь с экзамена? Что случилось на сей раз? Рисовала на экзамене, а за это полагается смертная казнь Здравствуйте, Маркус Боже, Кэти Не думаю, что мама-мап радуется, когда узнает об этом Она уже привыкает Что? С начала семестра меня уже шесть раз вызывали в школу Может быть, если бы пришел ты? Послушай, я тут зашиваюсь Это ты и меня послушай Оба родителя несут ответственность поровну Я считаю, что она не могла так поступить с чужой собственностью К счастью, Маркус у меня в штабе предвыборной компании Он этим займется, установит размер ущерба Он этим займется? Это же твоя дочь Давай разделим все заботы пополам Договорились? О чем? В прошлом месяце ее отстранили от занятий за прогулы А затем обворовали магазин Не могу поверить, что она в этом замешана Послушай, я уезжаю на несколько дней на западное побережье Если опять что-нибудь случится Джуди, ты все время играешь роль эдакой наперстницы, лучшей подружки Тебе и судить о том, что может произойти Пойми, она взрослеет Не мешай ей А ты идешь у нее на поводу и взваливаешь все воспитание на меня У меня мероприятие по сбору средств Давай обо всем поговорим завтра Субтитры делал DimaTorzok Нет, не надо Ненавижу свою спальню Переселюсь-ка я в подвал Дорогая, в подвале нет окон? Как же ты сможешь тайком выбираться на улицу? И ты считаешь, что хорошо меня знаешь? Не считаю И это меня пугает Невеселая перспектива для родителя Послушай, миссис Хартуик, у вас будет преподавать только один семестр Отнесись к этому с юмором Мне пришлось ее терпеть целый год Почему она не может уйти на пенсию, умереть или еще что-нибудь в этом роде? Она здесь уже сто лет работает Как-то она нас с Маркусом поймала, мы писали друг другу записки Мам, ты жила в такое опасное время, как по лезвию бритвы ходила Тебе пора быть более ответственной Я собираюсь наказать тебя Две недели не сядешь за руль Я тут ни при чем Мать сказала, что это дело рук старшеклассников из частной школы Сама знаешь, как они закомплексованы Тебе надо бежать Увидимся после школы Пока Четыре кофе с пенкой И твой мокко без кофеина С каких пор ты пьешь кофе без кофеина? С тех пор, как перестала работать в ночную смену Ясно Брайан говорит, что ты активно работаешь в предвыборной компании Он всегда поддерживал наши проблемы Дорогой Брайан, он всему знает цену, а ценность не ведает Мама Как быстро повзрослела Кати Чересчур быстро, на мой взгляд Ну ладно, переходный период – нелегкое время К тому же я не думаю, что она замешана во всей этой истории Сами знаете, подростки ведь всегда стараются покрывать друг друга Мне кажется, что раз в 20 лет происходят какие-то чудеса Все мелькает, как в тумане А затем вдруг опять все становится на свои места Помнишь, когда мы были детьми? У всех постоянно пропадали домашние животные Поначалу я сама не могла в это поверить До тех пор, пока не начали куда-то исчезать куры, которых разводил твой отец Они просто испарялись Ни единого следа борьбы Клетки оставались заперты Нет, Маркус, это за счет заведения Спасибо, Фиона Мне надо идти Пока, Маркус Победаем вместе завтра А я тебе позвоню Отлично Отлично Сан-Франциско, ты, наверное, не досыпаешь, дочь? Да, меня по ночам опять мучат кошмары Мам, я так волнуюсь за Кэти Не переживай, дорогая, ничего страшного с ней не произойдет Ты доверяешь этому миру, а я с ним борюсь Знаю, знаю И поэтому еще сильнее тебя люблю Пока Поймите, Джоди, с этим не шутят Вам необходимо являться сюда несколько чаще, чем после дождичка в четверг Не обижайтесь, но я ненавижу зубные кабинеты Знаю, знаю Вы не исключение Наденьте Это поможет Удобно? Малыш Удобно? Удобно? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА О, что произошло? Ничего страшного. Все нормально, не волнуйтесь. Извините. Ничего, ничего. Врачи называют это синдромом пальцевого сустава. Но вы были бледны, когда вошли ко мне в кабинет. Плохо спала. Дело тут не в бессоннице. Я вас направлю к моей коллеге и доктору Диллард. Хватит с меня стоматологов. Нет, нет. Она психотерапевт. Я к ней постоянно направляю пациентов. Хорошо, я подумаю. Вы слишком долго думаете, и мне придется удалять ваши зубы вместо того, чтобы их лечить. Я поняла. Хорошо. А теперь послушай, имей в виду, бабушка будет проверять, как ты тут живешь. Мам, ты же не в Китай собралась? Надеюсь, ты не забыла, что наказанной не можешь садиться за руль. Не надо сто раз повторять. Я никуда не собираюсь ехать. И это будет тихий, мирный уикенд. В этом доме будет вечеринка. Ребята, не спешите. На кухне есть еще. Мэтт прицепился, хочет остаться на ночь. Что скажешь? С ума, что ли, сошла? Будь осторожна. Я ненавижу эти очки, но без них совершенно ничего не вижу. Жаль, что ты не можешь носить контактные линзы. Пошли. Ребята уже пришли. Учитывая технологический прогресс в области использования компьютеров на телевидении, иллюстрации приобретают большое значение. Наше общение с клиентами посредством компьютеров, а также другие возможности... Мама, проснись! Мама, мама, проснись! Папа, папа! Мама, 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 мамы, 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 мамы... Эл, уже очень поздно. А вдруг соседи вызовут полицию? Тогда пусть Мэтт тебе поможет выгнать всех. Да уж, когда он среди своих друзей, то становится настоящим неандертальцем. Вот-вот. Чья-то лучшая подруга твердит об этом уже второй месяц. Второй месяц. Объявляю об официальном закрытии вечеринки. Пора расходиться по домам. Послушай, Мэтт, мать убьет меня. Не переживай, завтра все уберем. Все будет нормально. Вот увидишь. Кейти? Кейти? Мэтт, это ты? Не пугай меня. Ну все. Элвис, все нормально. Элвис, спокойно. Элвис! Элвис, вернись! Элвис! А-а-а! 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 А-а! А что у тебя с одеждой? Где твоя куртка? А-а-а! Куда все подевались? Ушли? А-а-а! А-а-а! Что с тобой случилось? Сама не знаю. Сразу после того, как ты ушла, в доме начал мигать и гаснуть свет, и народ потянулся на выход. И все ушли. А Мэтт? Он подумал, что ты на него разозлился. Я просила его остаться, но он тоже смылся. Ты что, перебрала? Да нет же. Здесь болит. Не помню, где это я. Ты, наверное, поранилась, когда выносила мусор. Нет, я ни обо что не поранилась. Так что это может быть? Давай позвоним бабушке. Не надо, все нормально. Может, врача вызвать? Не надо. Давай все здесь приберем, чтобы выглядело как обычно. Мать возвратится сегодня после обеда, и надо, чтобы она не догадалась, что здесь что-то было. Поняла? Я смогу это? Смогу. Я никогда не видел ничего подобного. Это просто великолепно. Не знаю, что со мной произошло в этом промежутке. Может быть, я просто отключилась, потеряла сознание. Я не помню. Дорогая моя, ты сюда приходишь уже столько лет, с тех пор, как была еще совсем маленькой. Ты у меня всегда была лучшей помощницей по утрам. И мы с тобой обо всем разговаривали откровенно. Обо всем. Я тебе и сейчас рассказала все, как было. С тобой такое уже случалось? У меня уже были провалы в памяти, но не до такой степени. Ты что, принимаешь наркотики? Нет. Ты случайно не беременна? Конечно же нет. У нас с Мэттом вообще ничего еще не было. Тебе надо сходить к врачу. Ни за что. Я ненавижу этих типов, вечно тыкающих в тебя шприцем. Но ведь это все может оказаться серьезным. Обещай, что поговоришь с матерью. Она меня не поймет. Поймет. Просто поговори с ней, и все. Ну, обними меня. Обними. Кэти, дорогая, я очень рада, что мы дружим. Конечно. Это ведь семейное достояние. Когда-нибудь, когда у меня у самой будут дети, я им тоже его передам. Правда, всегда сильнее страха. Ты всегда можешь на меня рассчитывать, дорогая моя. Кэти, это ты, моя дорогая? Что, забыла ключи, солнышко? Маркус, чем обязана столь приятная встреча? Я пришел по делу. Что там еще стряслось? К нам поступили сведения о том, что прошлой ночью в этом доме была устроена шумная вечеринка. Примерно в то же время на ранче там, за холмом, появились эти странные знаки. Брайан знает? Он был на собрании, а дело срочное. Что происходит? Мы были обычной тихой семьей, работали, ходили в школу, платили по счетам. Кэти и я были лучшими подругами. Теперь я даже не могу с ней поговорить. Не будь так строга к себе, Джудит. Подростки – народ сложный. Послушай, мне нужна Кэти для того, чтобы составить список приглашенных. Могу захватить ее с собой в участок. Если ты разрешишь. Не надо. Я сама с ней займусь. Хорошо. Мне надо идти. Как ты могла? Что? Мне не было всего одну ночь. Только без истерик, мама. Я тебе не разрешаю так со мной разговаривать. Вечные изменения в течение жизни. С меня довольна. Мне нужен список всех, кого ты пригласила в наш дом вчера вечером. Пайми, я не могу тебе назвать фамилией, потому что я из половины из них не знаком. Тебе это нравится? Вчера дом был полон незнакомых личностей. Совершенно чужие люди в твоем столь прекрасно организованном и бесконечно ремонтируемом доме. Знаешь, иногда я думаю, что я в нем сама совершенно чужая. Садись в машину. Иди к черту. Сама иди к черту. Катти. Слышишь, Кэт, в машине твоей мамы требуется регулировка. Если бы она получше ко мне относилась, я мог бы ей все сделать бесплатно. Поговоришь с ней? У них что, бензин кончился? Похоже, у них проблемы. Помощь нужна? Спасибо, нет. Привет, мам. Ты видела Катю? Только утром. Она тебе звонила? Нет. Послушай, успокойся. Что еще там случилось? Я просто больше не могу терпеть подобное поведение. Будь к ней поснисходительнее, Джудит. Она сама на себя не похожа. Она рассказала тебе, что произошло во время вечеринки? Да, пусть теперь и Брайан об этом узнает. С ней что-то происходит, понимаешь? Мама. 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 Джудит. Мам. 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 Санта. Образцовые родители. Но они достаточно молоды, чтобы не помнить, что значит быть крутыми. Да, но не настолько, чтобы одеваться так же, как ты. Они должны быть супер богатыми и давать нам немеренно наличные расходы. А мы при этом не должны ничего делать. Они должны быть с нами тише воды, ниже травы. Говорить нам только, какие мы хорошие, потрясающие дети. Послушай, кто нас сзади слепит? Я их вижу. Торопятся. Мэтт, пропусти их. Если бы мы сейчас ехали на моем мотоцикле, они бы только пыль плотали. Что ты делаешь, Мэтт? Просто не хочу, чтобы они нас принимали за лопухов. Какого черта? Что происходит? Что происходит? Что случилось, Мэтт? Мэтт! Нет. Нет. Нет, отпустите меня. Мне надо идти. Я должна идти. Отпустите. Мэтт! 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 Я должна идти. Нет. Я. Да, спасибо. Ну, как они? Пока ничего. Родители Мэтта едут сюда. Мы должны проверить содержание алкоголя в крови. Вот как. Только этого мне не хватало. С ней все в порядке? Небольшие ушибы и ссадины на руке не опасны. И все же я хочу взять кое-какие анализы. Анализы на что? Может, ничего опасного нет еще. Сам не знаю. Не будем торопиться с выводами. Я хочу ее видеть. Здравствуй, дорогая. Здравствуй, милая. Как ты? Мам, ты? Что со мной произошло? Мамочка. Мам. 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 Хорошо. Будь на чеку. Боже, это просто чудо, что оба они остались в живых. Надеюсь, они не пили. У Мэтта уровень алкоголя в крови был нулевой. Алкоголь тут ни при чем. Мы нашли их в 30 футах от места аварии. Вот здесь. Боже милостивый. У Мэтта на теле и царапины не нашли. Да, все это очень и очень странно выглядит. Их буквально вынесло на обочину шоссе. Они при этом оказались целехоньки и ничего не помнят о происшествии. А водитель другой машины? Второй машины не было. Как это не было? Кто-то здесь что-то скрывает. Так, результаты анализов хорошие. В области за ухом найдено органическое вещество, но это не является показанием для биопсии. Кэти не делали переливание крови в последнее время? Конечно, нет. А что? У нее сильно повышен уровень гемоглобина и гамма-глобалина в крови. Она никогда не болела. Всегда была очень здоровой девочкой, понимаете? За 17 лет ни разу не болела даже детскими болезнями. Единственной проблемой было плохое зрение. Да не волнуйтесь вот так, ведь это хорошие новости. Если бы большая часть населения имела бы такую иммунную систему, как Кэти, я бы лишился работы. И все же я хотел бы наблюдать ее. Хорошо, мы согласны. Спасибо, доктор. Я что, умру? Или что? Вся проблема в том, что ты чертовски здорова дочка. Они сказали, когда я смогу вернуться в школу? Не сразу. Когда захочешь. Я хочу, чтобы она как можно раньше встала на ноги. Это невозможно. Скажи, от чего ты хочешь ее защитить? Брайан, не надо со мной разговаривать таким тоном. Каким таким тоном я с тобой разговариваю? Даже врач сказал, что она на редкость здорова. И что же? Ты считаешь, что разбираешься лучше других? Слушай, занимайся-ка лучше своей предвыборной компанией, а я займусь своей жизнью. Хорошо? Ладно, вижу, что этот разговор ни к чему не приведет. Ты все правильно понял. Почему ты все время молчишь? Ты сама-то понимаешь, насколько серьезна была авария? Я видела машину. Это ужас. Вот. Посмотри, это вплавилось в переднее сиденье. Пропавший медальон? Верно. Расскажи об этом бабушке. Ее инфаркт хватит. Ну ладно. Ты что, не понимаешь, что мне и без того нехорошо? Прости меня, Кэти, дорогая. Кэти, что произошло на самом деле? Пойдем домой. Мы не можем делать вид, будто ничего не произошло. Я же тебе уже сказала, я не помню. Не помнишь или не хочешь помнить? Было много света. Он шел отовсюду. Ослепляющий свет. Думаю, это был свет фар. Я начала что-то кричать Мэтту, но он не отвечал мне. Он выглядел как парализованный. И тут вдруг я начала засыпать. Но продолжай. Это все, больше ничего не было. Я погрузилась восьмой. Понимаешь? Мэтту, мэтту, мэтту. Иди в дом. Ты причинил уже достаточно неприятностей нашей семье. Держись от нее подальше. Но я люблю вашу дочь. Я тоже ее люблю. Хорошо, хорошо. Садитесь на свои места. Садитесь, я сказала. Поговорите со знаменитостями после уроков. Все мы очень рады увидеть Мэтта и Кэти в добром здравии. У нас по учебному графику Кэти должна выступить с докладом по теории относительности. Однако, принимая во внимание обстоятельства, мисс Хертуик, я готова. Теория относительности Эйнштейна в исполнении Кэти Инглиш. Вопрос. Что движется? Ты. Ответ неверной с моей точки зрения. Все вы проноситесь мимо. А я стою неподвижна. Вот в чем суть теории относительности. Понимание других точек зрения. Я имею в виду, откуда нам знать, что именно наша всегда верна. Почему мы не должны воспринимать идеи, которые выходят за пределы человеческого понимания? Коперник и Эйнштейн своими открытиями подросли весь мир. Как знать, какие новые теории в запасе у нынешнего поколения? Какие, например? Согласно теории относительности, когда человек перемещается в пространстве со скоростью света, время на его часах замедляется в уход, а на часах окружающих показывает реальное время. Это означает, что свет с нашей планеты к моменту, когда он достигнет какой-либо галактики, будет светом мертвой Солнечной системы. Как это мертвой? К 2000 году во имя прогресса будут уничтожены 20% животного и растительного мира планеты. Голод, засуха, чума, вирусы-убийцы из ливневых лесов. Поймите же, наша планета содрогается от ужаса, воет в агонии, рыдает от всего того, что мы с ней сотворили. В один прекрасный момент она может навсегда сбросить с себя паразита, который зовется человечеством. И это произойдет в конвульсиях и закончится полным крахом. Крахом цивилизации. Вы понимаете? Это цивилизация, как вы знаете. Привет, Катя, это я, мама. Мама, ты уже дома? Ты все еще у Элисон? Дорогая, если ты дома, сними трубку. Вот. Я вернусь сегодня попозже, хорошо? Захватила соус, который ты так любишь. Мы так давно... ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Как же давно я мечтала убрать эти коробки из подвала. Спасибо, мам. Может, еще что-нибудь припомнишь? Да. Те старые елочные гирлянды, что чуть не спалили дом. А ты еще тогда говорила, что это я играла с елкой. Мы с папой, когда пришли, увидели, что ты рыдаешь. Бормотало еще что-то несуразное. Как раз в этом возрасте я и начала бродить по ночам. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Именно в это время ты впервые продемонстрировала свой подлинный талант. До этого ты и палку нарисовать не могла. Я возьму это, мама? Ну, конечно же. Он твой. Поищу, может быть, еще найду. Кэти, родная, ты еще не спишь? Кэти! С тобой все в порядке? Кэти! Открой сейчас же дверь. Боже! Ты меня слышишь, дорогая? Господи! Кэти! Кэти! Послушай меня, может быть, она где-нибудь сидит себе с друзьями. Не вспомни, как она уехала в поход прошлым летом, ничего нам не сказав. Как же мы тогда беспокоились, чуть с ума не сошли. Не забывай, Брэйн, что она никуда не может уйти без очков. Я еще раз все перепроверил, расспросил родителей Марка. Он не появлялся, пошел погулять после ужина и не возвращался. Возможно, они где-то вместе. Я же говорила ему, чтобы держался от нее подальше. Тебе надо успокоиться. Теперь мы, по крайней мере, знаем, что с ней ничего не случилось. Мы сообщили в полицию штата, найти ее теперь лишь дело времени. Но она не могла вот так взять и сбежать. Она же подросток, не забывай. А что там насчет сгоревшего дерева? Прошлой ночью разразилась настоящая боль, кажется, даже с молниями. Что с вами в самом деле? Может, она уже лежит где-то мертвая, а вы тут себе рассуждаете. Я прикрою тебя. Полиция! Поднимите руки. Руки! Стоять и не двигаться. Стоять, приятель. Повернитесь. Давай, давай. Выводи их оттуда. Да вы что, парни? Мы просто в карты играли. Что происходит? Мы ничего не сделали. Руки на стену. Руки на стену. Да, понимаю. Хорошо. Хорошо, спасибо. Они нашли Мэтта. Он играл с приятелями в покер. Боже, я просто с ума сойду. Не могу я больше вот так сидеть и бездействовать. Маркус делает все возможное. Мы во что бы то ни стало должны ее найти. Штаб, прием. Говорят, с вертолета один обнаружены новые следы в районе поисковых работ. Говорят, с вертолета один обнаружены новые следы. Кэти! Кэти! Боже, Кэти! С тобой все нормально. Вроде да. Как ты, дорогая? Как ты сюда попала? Объясни. Сама не знаю. Мне позвонили вон те люди. Они здесь случайно оказались. Просто чудо, как они ее здесь обнаружили. Вы ведь за ней наблюдали, да? Что вам от нее надо? Говорите. Кэти брела здесь словно в шоке. Хотела выпить воды. Пойми, Джудит, эти люди оказали нам услугу. Держитесь подальше от моей дочери, поняли? Я добьюсь запретительного судебного приказа и выясню, чем вы тут занимаетесь. Успокойся. Мы ведь хотели помочь. Зачем они дают мне калий? Твой организм обезвожен. А как ты определила, что это был калий? Дэвид, без очков. Дэвид, без очков. Дэвид, без очков. Так что у нее со зрением? Сто процентов. Возможно, это время наявление. Она могла удариться головой. Я сейчас больше думаю о причинах, вызывающих провалы в памяти. Провалы в памяти? Да. И иногда отчасти в форме истерии. Видите ли, пора исследовать психическое состояние ребенка. Возникшие у каэти проблемы не носят чисто физический характер. Иногда я думаю, что ничего подобного с ней бы не случилось, если бы она жила у меня. Если ты хочешь отобрать у меня каэти, знай, я буду за нее драться изо всех сил. Этого-то как раз я и хотел бы избежать. Если дело дойдет до судебного разбирательства, скажи, как будет выглядеть вся эта чепуха. Чепуха? Она попала в беду. Я понимаю. И тоже о ней беспокоюсь. Странным образом ты проявляешь свои чувства. Что ты делаешь? Мне неприятен свет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Дорогая, сейчас 2 часа ночи. Тебе необходимо поспать. Просто необходимо. Нет, мне спать не надо. Подожди, поставь это на пол. Послушай лучше меня. Давай. Взгляни. Я это делала, когда мне было 6 лет. Широко раскрывала окна в точках у тебя, и через них лился поток света. Ну и что? Тебе это что-нибудь напоминает? Да. О том, насколько тяжело мне здесь жить. Меня либо допрашивают в полиции, либо постоянно верещат по духам, вроде тебя, либо колют игломы в больнице. Кто захочет жить такой жизнью? Скажи мне. Кэти, ты на меня действуешь удушающе. Поставь все в комнате на место. Здравствуй, Эллисон. Извините, я опоздала, миссис Инглиш. Ничего. Как она? Вторую ночь не спит. Может быть, ты с ней поговоришь? Вам надо ненадолго выйти из дома. Развеяться, увидите. Вам станет легче. Выйду только на час. Не хочу отменять посещение врача. Идите, не волнуйтесь. С обязанностями сиделки я справлюсь. Кейт? 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 Привет. Уходи. Послушай, Кейт. Все это меня начинает беспокоить. Уходи, говорю. Знаю, мой стоматолог вам уже рассказал, что случилось, но я хочу с вами поговорить о более серьезных вещах. Рассказывайте, слушаю. Меня посещали ночные кошмары. Понимаю. Теперь я вижу их наяву. Как, например, в кабинете стоматолога? Да. Вам не следует смущаться, Джудит. Сны – это лишь подсознательное переживание дневных событий и эмоций. Может быть, и начнем с того момента, когда боязнь стоматолога вызвала ваше последнее сновидение. И двинемся дальше. По порядку. Хорошо. Ваши руки стали невесомы. Вас несет течением. Считайте со мной, Джудит. Четыре. Четыре. Три. Два. Правильно. Один. Все верно. Расскажите мне о своем самом первом посещении стоматолога. Сколько вам тогда было лет? Шесть. У меня появилась зубная боль. Мама говорит, что это все из-за мороженого. Этому горю легко помочь. Итак, мы идем вместе к врачу. Что ты видишь по пути? Черпичные дома с большими окнами, в которых висит много конфет. Понятно, это было на Рождество. Да, у нас дома была большая елка и длинная гирлянда огней. Хорошо, Джудит, а почему нам сейчас не войти к дантисту в кабинет? Не волнуйся, я пойду с тобой. Что с тобой? Это все из-за света. Я сейчас упаду. У меня кружится голова. А где ты оказалась теперь? Внутри. Все правильно. Ты сейчас в стоматологическом кабинете. Скажи, что ты видишь вокруг? Я внутри их корабля. Они меня обступили. Наблюдают за мной. Кто они, Джудит? Не могу хорошо рассмотреть их лица, но ясно, что они уродливы. Пожалуйста, не делайте мне больно. Не надо. Они что-то мне говорят. Но губы у них при этом не двигаются. Просто то, что они думают, сразу попадает мне в голову. Они что-то мне вводят под кожу, чтобы всегда смогли вы меня отыскать. Уберите это. Уберите. Уберите. Джудит. Выньте его. Прошу, Джудит. Уберите, говорю вам. Считаю до пяти. Один, два, три, четыре, пять. Все закончилось, Джудит. С вами все нормально? Вы сейчас в полной безопасности. Подождите, послушайте меня. Возможно, в детстве Вы получили травму от того, кого любили и кому верили. Воспоминания об этом были подавлены вашим подсознанием. Все ваши сны могут быть символичными. Маскирующими пережитую боль. Нет, все не так. Дело в том, что в детстве у меня было очень сильно развитое воображение. Я вечно придумывала разные истории. Послушайте меня. Это не истории. С вами в действительности что-то произошло. И боюсь, это еще не закончилось. Ну что, Кэти, не стало лучше? Боюсь, что нет. Я так устала, не хочу обо всем этом говорить. Хорошо. Посмотри, что я нашла. Ты это нарисовала, когда тебе исполнилось шесть. Я почти забыла об этих рисунках. Оставлю их у тебя. Мне пора. Боже. Ты была таким одаренным ребенком. Несомненно, ты что-то хотела этим сказать. Так это на самом деле случилось. А теперь они охотятся за Кэти. Дорогая, ты была у врача? Была, мам. Но это мне не помогло. Почему бы тебе не взять отпуск? Подумай, Кэти могла бы пожить у меня. Кэти, я им не отдам. Спокойной ночи, дорогая. Спокойной ночи, мама. Скажите, что теперь с вами происходит? Боже мой, они вернулись. Забирают меня к себе. Прошу вас, успокойтесь. Боже. Нет. Что? Что они теперь делают? Пожалуйста, не надо. Что происходит? Не причиняйте боль моей дочери. Боже мой, они вернулись. Они хотят изменить моего ребенка, Джудит, к этим безопасности. Их пальцы столь холодны. Они все меня щупают. Джудит, сконцентрируйтесь сейчас на своем дыхании. Вы за всем наблюдаете с расстояния. Никто вам не сможет причинить вреда. А теперь скажите мне, чего они хотят? Они не понимают наших чувств и эмоций. Они не осознают, насколько мне неприятно и больно. Пожалуйста, помогите мне. Кто-нибудь. Они вводят частичку себя в моего младенца. Я это запомню. Вы не заставите меня это забыть. Вы не получите моего ребенка. Нет. 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 Три, четыре, пять. Проснитесь. Откиньтесь. Дышите глубже. Вот так. Хорошо. Что же они с ней сделали? Джудит, ваши ощущения были очень болезненны. Я хочу, чтобы вы познакомились еще с одним специалистом. Он мой друг. Тоже доктор. Преподает в университете. В свое время работал в НАСА. Не хочу ни с кем знакомиться. Джудит, многие годы вы пытались все забыть. Думаю, настало время докопаться до истины. Что они сделали с моей дочерью? Если мы не сможем различать, где на меня нападает как на личность и где как на кандидата, думаю, мы эти выборы проиграем. Это ты, дорогая? Что ты здесь делаешь, моя родная? Просто решила пройти, прогуляться. Оставила маме записку. Что ж, мне страшно приятно здесь тебя видеть, но сейчас у нас как раз в разгаре собрания. Я вам не помешаю. Можешь пройти и сесть вон там. Хорошо. Привет. Можно продолжать. Судя по прессе, вас представляют в качестве застройщика, который желает сорвать куш, Брайан. Мы не можем отмалчиваться и делать вид, что ничего не происходит. Моя позиция следующая. Что мы выиграем, если будем это оспаривать в прессе? Все ведь и без того понимают, что речь идет о некрупном объекте жилищного строительства. Да, но оно захватывает часть старого лесного массива. Нам надо было бы предвидеть возможные протесты. Давайте рассмотрим положительные стороны. Посмотрим, что людям уже известно. Во-первых, это низкодоходное строительство. Оно создаст много рабочих мест. Уверен, народ понимает, что мы не можем сделать... Все, не боги. А почему бы не попробовать? Ввести в проект застройки участки зеленых насаждений, предусмотреть скидки за использование солнечных батарей, шире использовать стройматериалы из старичного сырья, обыграть все это в выигрышном свете. Спасибо за советы, но мы уже сидим над этим вторые сутки. Пусть продолжает. Вероятно, вы при этом не сможете расположить на местности столько домов, сколько запланировали изначально. Скомпенсируйте свои издержки на чем-то другом. Ведь можно одновременно бережно относиться к окружающей среде и оставаться прагматиком в финансовых расчетах. Как знать, может, я пробуду здесь недолго, но у вас будет реальный шанс сделать для своих избирателей что-то весьма существенное. Почему-то ее от нас скрывало, ведь мы могли бы ее использовать еще несколько дней назад. Пойди пойми вашего ребенка. Что верно, то верно. Спасибо, Катти. Итак, что вы на это скажете? С тобой все в порядке? Да не совсем. Я могу чем-нибудь помочь? Если бы. Послушай, как тебя понимает, не пробуду здесь долго? А ты что, думала, что я здесь всю жизнь проведу? А как насчет колледжа? Не могу же я вечно сидеть в запертих своей спальне Кэти? Спасибо. Что происходит? Если не скажешь, я немедленно свяжусь с отцом. Надо посетить врача, который прокомментирует результаты обследования. Добрый день, я Джудит Энглиш, к доктору Гэри. Конечно, проходите, он ждет. Не упрямься, пойдем. Ни за что, хватит с меня докторов. Клэти, он ведь нам поможет. Я ничем не больна. Дожди меня здесь, я недолго. Хорошо? Спасибо. Некоторые результаты обследования напоминают мне исследования, которые мы вели в НАСА. Что вы имеете в виду? Жалобы вашей дочери на временные провалы в памяти, а также эффект ослепления, черной пелены и отек век, и ткани глазницы обычно связывают с продолжительным нахождением состояния невесомости. Из того, что я вижу, можно заключить, что она тренируется в полетах. Тренируется? Единственное, что мне надо, так это, чтобы она была здорова. Миссис Энглиш, ваша дочь более чем здорова. Если бы она была предметом наших исследований, то попала бы в список претендентов на долгосрочные космические полеты. Почему вы не хотите больше мне о ней рассказать? Когда все это началось? Скажите, доктор. Вы верите в жизнь на других планетах? Никто с аналони принес даже салфетки из-под бокала с коктейлем. Опять-таки, сколько аборигенов располагают обломками Боинга 747? Вы неважно выглядите. С вами все в порядке? Вам помощь не нужна? Да нет, я просто ненавижу врачей. Вот, ознакомьтесь. Это отрывок из доклада агентства. Если имеется возможность повстречать живые существа, то лучше посадить корабль в малонаселенной местности, чтобы иметь возможность спокойно и безопасно изучать местную флору и фауну, вдали от людских глаз. Главная задача заключается в отборе живых особей. По возможности, надо пометить их для будущих исследований. При этом, все должно делаться без спешки, тихо и с минимальным воздействием на местную культуру. Именно это они и делают. Вам что, плохо? Доктор, я хочу, чтобы вы поговорили с моей дочерью, прочитали ей это. Меня она слушать не станет. Может быть, вы сможете ей помочь. Послушайте, миссис Инглиш, вы не первый посетитель, обратившийся ко мне с подобными вопросами. Боюсь, я ее потеряю. Боюсь, я ее потеряю. Кэти! Что ты здесь делаешь? Мы можем вам помочь. Это частная собственность. Убирайтесь, или я вызову полицию. Пожалуйста, выслушайте нас. Куда я не пойду, вы повсюду. Следите за нами, вы ожидаете. Почему бы вам не оставить нас в покое? Мы знаем, через что вам пришлось пройти. Мы как раз и работаем с такими людьми, как вы. Вам следует прийти на наше собрание, услышать, через что прошли другие семьи. Это касается только меня и Кэти. Мы сами о себе позаботимся. Десятки тысяч людей считают, что с ними это произошло. Вы не одиноки? Моя дочь как раз Кэтиного возраста. Я думал, что справлюсь совсем в одиночку. Не смог. Поверьте. Кэти, дорогая моя, ты дома? Кэти! Кэти! Что ты делаешь? Переезжаю к отцу. Я сказала ему, что ты окончательно потеряла рассудок. Мы дадим делу законный ход, если именно это потребуется для того, чтобы огородить меня. Хорошо, я согласна. Не буду тебя останавливать, раз уж ты все решила. Окажи мне одну услугу. Какую? Подойди. Подойди. Те рисунки, которые ты рисовала в школе, что на них изображено? Ничего, просто геометрические фигуры. Твои обмороки, провалы? Да просто пьяна была, грезила на его, ходила во сне и все такое. Вспомни, что ты делала в том поле. Если все врачи, что меня лечили, не могли этого понять, что ты от меня хочешь? Тот случай с Мэттом. Ты говорила, что он сидел как парализованный? Он знал, что произойдет авария и был в панике. Для чего ты заставляешь мебелью окна спальни? Чего ты от меня хочешь? Уверена, что ты знаешь ответы на все мои вопросы. Скажи, ты просто боишься, что они опять вернутся? Да? Это просто передатчик. Он им нужен, чтобы нас контролировать. Мы для них всего лишь животные. Когда они тебя пометят, от них уже не уйти. У меня тоже такое есть. Ты хочешь, чтобы я тоже свихнулась? Нет. Я стала начокнута, как и ты. Хорошо, я знаю, насколько все это болезненно. Поверишь мне, я делала все, чтобы забыть то, что они со мной сделали. Если бы все эти годы я прожила с отцом, вся эта чертовщина со мной не происходила бы. Дорогая, постарайся вспомнить. Пусти, дай пройти. Подожди, дорогая. Постарайся вспомнить. Нет. Ладно, ладно. Не хочу. Уходи, оставь меня в покое. Я им не позволю заполучить себя. Не надо, нам надо выбраться отсюда. Нет. Они никогда не оставят меня в покое. Дай мне руку, нам надо выбраться отсюда. Садись в машину. Ну, давай же. Не хочу. Они никогда не оставят нас в покое. Заводись же. Дай руку, Кэти. Дай руку. Кэти, вернись. Не ходи туда, прошу тебя. Пошли со мной, слышишь? Давай, давай. Только не засыпай. Не засыпай. Скажи им, чтобы они оставили нас в покое. Пожалуйста. Не засыпай. Скажи им, чтобы оставили нас в покое. Оставьте нас в покое. Не надо. Уходите. Дорогая, не падай. Надо все время двигаться. Давай, пойдем. Кэти, дорогая, пошли же. Кэти, пошли же. Вставай на ноги. Ну же, вставай. Вставай. Хорошо. Хорошо. Вот так. Отстаньте от нее. Прошу вас. Она вам не нужна. Я сделаю все, что вам надо. Возьмите меня, пожалуйста. Просто. Мам. Мам. Кэти, успокойся, дорогая! Прошу тебя, что там сейчас тряслось! Это всё из-за меня! Я во всём виновата! Где она сейчас? Он забрал её! Кто он? Послушай, Кэти! Пошли, надо торопиться! Кэти! Бог мой! Нет, этого не может быть! Кэти, расскажи, что случилось с мамой! Где она? Ты меня слышишь? Кэти! Нам будет оказана помощь, поверь! Бесполезно! Я знаю, что они с ней делают! Всегда повторяется одно и то же! Они тебе говорят, что не надо бояться! Помогать им совсем не хочется, но они тебя вынуждают! Уверяют, что ты несёшь ответственность! Боже, я так всего этого боюсь! Зачем они всё это делают? Потому что у них не всё выходит! Что именно? Эксперимент! Звучит! 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 Понимаете, эти создания хотят добиться того, чтобы их интеллект сочетался с нашими эмоциями. Они считают, что создают более совершенный мир, но что-то у них не стыкуется. Должен был быть плач, но было совсем тихо. Боже, вы берете наши яйцеклетки? Боже мой. Они были вынуждены форсировать эксперимент. Им ничего не удается. Почему они не двигаются? Почему он не плачет? Они никогда не умирают. Конечно. Они умирают. Детей нельзя разлучать с матерями. Они так нуждаются в материнской ласке и любви. Нет. Вы не сделаете этого со мной. СМЕХ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вам надо это прекратить Младенцы не могут жить без матери Вы не можете разлучить живых людей Иначе они погибнут Между всеми нами Существует связь Это и есть жизнь Я не хочу терять свою дочь Пожалуйста Прошу вас Не забирайте ее у меня Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо 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 Кэти Мама Мама Мамочка Кэти Родная моя С тобой все в порядке? Я прошу прощения за все Что тут тебе наговорила Мне надо было тебя слушаться Не надо ничего говорить Ты видела младенцев? Да Они уже не вернутся Они ни за что не оставят нас в покое Да нет же Послушай меня Они ведь поняли Как мы нужны друг другу Все закончилось Мы спасены Пошли Пошли Дорогая Если вам что-нибудь потребуется Я знаю Спасибо Не говори ничего, мама Мы сегодня столько всего сделали по дому И сегодня я собираюсь хорошенько выспаться Уже неделю меня по ночам не мучают кошмары Здесь какая-то нездоровая атмосфера Ты не находишь? Извини, мам, если причинила тебе боль Я, наверное, никудышная дочь Ты та, которую я воспитала Ты говоришь, прям как бабушка Эта машина проехала Нет 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 Ты ведь говорила, что они оставят нас в покое Не надо, не хочу Это ведь никогда не прекратится Да нет же, погоди Мамочка, я не могу туда вернуться Все это никогда не закончится Дай руку, Кэти Дай мне свою руку Боже Кэти, дай мне свою руку Возьми меня за руку Возьми меня за руку Дай мне свою руку Если мы будем вместе, то сможем через все это пройти Дай мне свою руку Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok